Владимир Михайлович Зельдин появился на свет в январе 1915 года в городке Козлов Тамбовской губернии, сейчас Мичуринск. Кроме него в семье Зельдины подрастало еще четверо детей. Владимир с братом и сестрами рос в очень теплой творческой атмосфере. Отец Михаил Зельдин был профессиональным музыкантом и дирижером. Он прекрасно играл на тромбоне, мама работала учительницей музыки. Любовь к искусству прививалась к детям с ранних лет. Все они научились играть на различных инструментах. Гражданская война заставила семью перебраться в Тверь, где на то время жила родная тетя Владимира Зельдина у отцу. Там маленький Владимир отправился в школу, но проучился в ней лишь до четвертого класса. В 1924 году семья снова сменила место жительства. На этот раз Зельдины переехали в Москву. Счастье и семейная идиллия длились недолго. Через пять лет после переезда скоропостижно скончался глава семьи. Ненадолго пережила отца и мать. Ее не стало через три года после смерти мужа. Но 14-летний Владимир Зельдин сумел устоять против пагубного влияния улицы. Он отправился на Таганку, где поступил в военизированную школу. Здесь царила строжайшая дисциплина. Курсанты усиленно занимались спортом. Зельдин освоил лыжи, теннис, играл в футбол и волейбол. По окончании обучения Владимир Зельдин подумывал о военной карьере. Он собирался стать военным моряком. Но недостаточно хорошее зрение не позволило осуществиться этим планом. Парень отправился на слесарный завод. Здесь он впервые попал на сцену. Дело в том, что на предприятии действовал кружок самодеятельности, куда Зельдин записался, чтобы занять свободное время. Вскоре ему так понравилось выступать, что он отправился на прослушивание в Театр Моссовета, где как раз набирался актерский курс. Владимира зачислили в студенты. Владимир Зельдин обучался на курсе Евгения Лепковского. Танцевальное мастерство студентам преподавала известная балерина Вера Масалова, которая на тот момент ушла из Большого театра. В 1935 году Владимир Зельдин окончил курс. Из его выпуска сумели добиться успеха лишь двое студентов – сам Зельдин и Николай Парфенов. Владимира оставили работать в Театре Моссовета. Здесь он сыграл свои первые роли в спектаклях. Но через три года молодой артист перешел в другой театр. Сейчас это театр имени Гоголя, а тогда он назывался Театром Транспорта. На этой сцене были сыграны постановки по произведениям Шекспира, комедии ошибок, Шиллера, «Коварство и любовь» и российских классиков. В 1940 году творческая биография Владимира Зельдина сделала крутой вираж. Его игру в спектакле «Генеральный конкурс» увидела ассистентка известного режиссера Ивана Пырьева. Она тут же порекомендовала талантливого актера Ивану Александровичу. Так Владимир Михайлович Зельдин получил свою первую звездную роль в кино. Это была культовая картина «Свинарка и пастух», где он сыграл Мусаиба в паре с Мариной Ладыниной. Получился отличный творческий дуэт. Но после успешного кинематографического дебюта наступило затишье. Грянула Великая Отечественная война. Театр, в котором служил Владимир Зельдин, был эвакуирован. Год артист работал в Казахстане. После возвращения в столицу в 1943 году он вернулся на знакомую сцену. Зельдин выступал для раненых солдат и простых москвичей, поднимая боевой дух. За доблестный труд по окончанию войны он был награжден специальной медалью. В 1945 году Зельдин начал выступать на сцене Центрального академического театра Российской армии. Он трудился чрезвычайно много, успевая играть блестящие роли в новых постановках и одновременно сниматься в кино. С участием артиста каждый год выходило по нескольку фильмов. Наиболее известный из них – «Учитель танцев», «Карнавальная ночь», «Женщина в белом», «Дядя Ваня», «Десять негритят», «Тайна черных дроздов» и «Парк советского периода». В последние годы в силу возраста Владимир Михайлович снимается редко, но если появляется на экране, то в очень ярких и характерных ролях. Зрителям полюбился его герой в популярном сериале «Сваты». Зельдин сыграл отца Ольги Николаевны. Его супругой по фильму была Ольга Аросиева. А в 2014 году на отечественные экраны вышла мелодрама под названием «Лучшая девушка Кавказа», в которой Владимир Зельдин сыграл одного из главных героев. В копилке народного артиста Советского Союза Владимира Зельдина 57 сыгранных ролей в кино. У него множество наград, среди которых и наиболее престижные в отечественном кинематографе. Это несколько премий «Ника», «Крустальный турандот», «Золотая маска» и «Три ордена за заслуги перед Отечеством». Владимир Михайлович был старейшим играющим актером на планете. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Еще один рекорд артиста зарегистрирован в 2013 году, когда Зельдин принял участие в эстафете Олимпийского огня. В жизни артиста было три брака. Два первых – гражданские. Первой супругой Владимира Зельдина была Людмила Мартынова. С этой женщиной артист прожил всего год, начиная с 1939-го. В этом союзе родился единственный сын Зельдина, который умер в младенчестве. Второй женой артиста была актриса Генриета Островская, с которой Владимир Михайлович познакомился на съемках картины «Учитель танцев». Вместе они прожили несколько лет, но и этот брак оказался непродолжительным. Личная жизнь Владимира Зельдина изменилась в 1964 году, когда он женился на Ивете Копраловой, которая младше мужа на 20 лет. Копралова – журналист по образованию. Долгое время она трудилась редактором в бюро пропаганды киноискусства. Вместе супруги жили до последнего дня жизни артиста. 31 октября 2016 года Владимир Зельдин скончался вниз Клифосовского, где артист на протяжении трех недель находился на лечении. По словам супруги Иветы, актер страдал от пониженного давления, в результате чего врачи приняли решение о госпитализации. Новости о состоянии здоровья Владимира Зельдина были неутешительные. Врачи сообщали о тяжелом состоянии всеми любимого артиста. 31 октября в 9 утра сердце горячо любимого актера перестало биться. Владимир Зельдин умер в возрасте 101 года. Субтитры создавал DimaTorzok